Друзья мои, всем большой привет! Сегодня будем готовить торт без выпечки, без духовки, без желатина и без печенья. Получится очень нежно, очень вкусно. Чем-то напоминает мороженое пломбир. Кому интересно, оставайтесь со мной, давайте готовить вместе. В миске я смешаю сахар и муку. Муку я, конечно же, заранее просеяла. Теперь мне понадобится сливочное масло. Я его буду натирать на сутной терке. Чтобы масло легче натиралось, я его предварительно подморозила, то есть я его достала из морозилки. И теперь сливочное масло вместе с мукой и с сахаром вот так вот быстренько будем перетирать в крошку, которая и станет основой нашего тортика. Посмотрите, вот такая в итоге получается песочная крошка. Сковороду хорошенько разогреваем, ничем ее не смазываем и будем обжаривать крошку до золотистого цвета. Посмотрите, вот такая песочная крошка в итоге получается. Для крема я смешаю в кастрюльке все продукты, кроме сливочного масла. Отправляю в кастрюльку яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал. Крахмал можете брать любой, можете картофельный, у меня сегодня кукурузный. Сюда же я добавляю сметану жирностью 20%. Все хорошенечко смешиваем, затем ставим кастрюльку на огонь и будем варить, постоянно помешивая до загустения. Варим крем на среднем огне, постоянно помешиваем, чтобы ничего у нас не прилипало и не подгорало. Сахар должен полностью раствориться, а крем загустеть. Сначала в процессе нагревания масса станет жидкой, но постепенно крем начнет густеть. Посмотрите, крем загустел и теперь убираю кастрюльку с плиты. В еще горячий крем я добавляю кусочек сливочного масла, все хорошенечко перемешиваю, чтобы сливочное масло растворилось. Остается только собрать тортик. Собирать торт я буду при помощи кольца от разъемной формы диаметром 18 сантиметров. Бока я затянула ацетатной пленкой, можно просто пищевой пленкой затянуть, можно поставить пергаментную бумагу, чтобы ничего не прилипало к кольцу. Первым слоем выкладываем песочную крошку, дальше у нас пойдет крем, я не дожидаюсь его остывания, выкладываю крем прям горячий. Хорошенечко промазываем и теперь чередуем слои, пока не закончится крем и песочная крошка. Из крошки у меня получилось 4 коржа, но это все индивидуально, зависит от размера вашей формы, от того, какой толщины вы делаете коржики. Все, верх тортика я тоже промазываю кремом и уберу его в холодильник хотя бы на 4 часа. Лучше, конечно же, убрать его на ночь. Украшайте тортик по своему усмотрению, по своему вкусу. Я же вот так по краям посыплю крошку из песочного печенья, а по центру у меня будет кокосовая стружка. Тортик постоял у меня ночь в холодильнике, он хорошенечко схватился и теперь будем извлекать его из формы и удалим пленку. Я всем-всем желаю приятного чаепития и хорошего настроения. Спасибо, что вы смотрите наш канал, подписывайтесь на канал, пишите ваши отзывы и ставьте лайк, если понравился рецепт. Мне будет очень приятно. До скорой встречи!